Патриарх Сеаруси Кирилл на Рождество посетил родильный дом в Москве, где в разговоре с журналистами рассказал, что Русская Православная Церковь сейчас содержит 90 детских домов. Но детей на попечительстве церкви могло быть больше, если бы принимать сирот было легче. Мешает отношение, которое выражено в лозунге «Детей попам не отдадим». По словам патриарха, церковь готова взять государственный сиротский детский дом для инвалидов под свой покров и воспитывать там детей. О том, как это уже происходит, наш корреспондент Павел Зарубин. На многих других они и правда не очень похожи своим грандиозным упорством и желанием каждый день преодолевать самих себя. Все артисты коллектива «Ангелы надежды» словослышащие, но они поют и танцуют для других детей-инвалидов и их родителей, чтобы те тоже не теряли надежды. Наталья пришла на праздник с сыном Толей и дочерью Алиной. Хотя каждый выход из дома, конечно, подвиг. Мы уже настроились на такую жизнь, что... Ну что плакать-то? Если будешь плакать, ничего не получится. У многих в глазах, впрочем, все равно слезы. Слезы счастья за своих тяжелобольных детей, искренне радующихся новогоднему утреннику. У Максима редкое генетическое заболевание. Такие праздники для него сейчас, пожалуй, самое необходимое. С такой утиною судьбой, какое чудо, боже мой, что жили вы на этой горестной земле. Утренник для детей-инвалидов организовали в Марфо-Мариинской обители. Здесь уже несколько лет работает медицинский центр «Милосердие». Пойдем, 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 ты в машину. Вот, давай, давай. Это не чудо в мировом масштабе, но в нашем масштабе, в ее личном масштабе, это огромное такое чудо. В Марфо-Мариинской обители помогают и самим родителям хотя бы немножко передохнуть. Ведь обычные, они прикованы к своим детям 24 часа в сутки. А здесь есть возможность оставить ребенка в детском саду под наблюдением специалистов. Заниматься с ребятами сюда приезжают и ипотерапевты. Лошадь – отличный тренажер для больного детского организма и хороший лекарь для души. Ребеночек, который сидит в коляске, он мир воспринимает снизу вверх. И когда вот его сажают на лошадку, он, получается, сидит сверху, чувствует себя совершенно по-другому. То есть я как все. Опыт помощи детям-инвалидам в русско-православной церкви собираются расширять. В московском патриархате объявили о желании взять под покровительство интернат для больных-сирот. Мы могли бы найти возможность реабилитировать, скажем, этих детей. И потом найти семьи, которые бы с ними занимались. И этим семьям помогать. То есть церковь готова не только взять какие-то учреждения государственные для детей-инвалидов, но готова помогать и семьям с детьми-инвалидами. Тем более, что опыт воспитания сирот в своих приютах у русской церкви уже колоссальный. Здравствуйте, дети. Известный на весь Татарстан – Раивский мужской монастырь. Приют, в котором воспитываются бывшие трудные подростки, скоро уже 20 лет. И детьми здесь занимаются не только до совершеннолетия, как это нередко бывает в обычных интернатах. Закончили все, вот тебе справка, вот тебе училище, вот тебе техникум, вот тебе общежитие. Ты нас не знаешь, мы вас не знаем. Нет. У нас такого нет. Мы до конца их ведем. Мы и полностью оплачиваем стипендии, если они учатся в высшую учебное заведение. Мы для них родные стали. Это не забота, это, сказать, учреждение. Это некрасивое слово. Это забота родителей. Мы для них родители. Таких церковных приютов в России уже 90, в них живут полторы тысячи детей. Может быть, в масштабах всей страны это и не так много. Но в масштабах церкви, которая насчитывает очень немного лет своей активной социальной работы, это много. Но было бы еще больше. Но нередко, к сожалению, мы слышим страшный ответ. Детей попам не отдадим. Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих. Учреждение государственное, но успешно взаимодействующее с церковью. Здесь есть свой специально оборудованный храм с рельефными иконами. Слепые понимают, что на них изображено с помощью тактильных ощущений. С низкими подсвечниками, чтобы зажигать и ставить свечи могли дети. Мы даем возможность понятиям, что есть храм, что туда ходим. И самые маленькие дети ходят. Но если ребенок не хочет, если он не готов к этому, то настаивать никто не будет. И это делать не нужно ни в коем случае. Духовное развитие, безусловно, помогает общему развитию ребенка, своих детей. И это бросается в глаза. Воспитатели действительно любят и делают все, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни. Потому и удивительные успехи. Десятилетний Эдуард, который ничего не видит, научился играть на синтезаторе. Этот автор, композитор, наверное, представлял, что у него есть любимое, и он, наверное, по ней скучает, наверное. Так Эдик описывает свое любимое произведение Полонеса Гинского. Он мечтает стать музыкантом. И воспитатели верят, что все получится, потому что стараться будут вместе. Павел Зарубин, Татьяна Королева и Наталья Губина. Вести недели.